Любое предприятие взаимодействует с поставщиками разного рода товаров, необходимых для хозяйственной деятельности или реализации и получения прибыли. Каждая поставка – это сделка, соответственно, у поставляющей и принимающей стороны есть свои права и обязанности. Чтобы зафиксировать и отрегулировать порядок взаимодействия, заключается договор поставки. Соглашение между поставщиком и покупателем под вид договора купли-продажи. По форме эти документы аналогичны, но есть два важных отличия. Граждане и некоммерческие организации не вправе выступать продавцом. Роль поставщика доступна только индивидуальным предпринимателям и коммерческим фирмам. А область использования поставленного имущества – только предпринимательская деятельность. По юридической формулировке договор поставки продукции – это хозяйственное соглашение, по которому продавец обязуется вовремя передать предмет сделки, а покупатель обязуется его принять и уплатить оговоренную денежную сумму. Передать товар можно в полную собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление. Дата заключения договора не является сроком поставки. Время приемки передачи товара согласуется сторонами и закрепляется в документе. Есть и масса других нюансов регулирования поставок, упоминается в нескольких статьях ГК РФ, а также во множестве нормативных актов разного уровня. Грамотное соглашение между поставщиком и покупателем товара – инструмент для эффективного взаимодействия и подушка безопасности на случай конфликта интересов. То есть нужен юридический, правильно составленный договор, в котором обязательно прописан предмет поставки и прочие существенные условия договора, которые мы рассмотрим далее. В договоре необходимо указать предмет. Для товара нужно указать наименование и количество, объем, а также вид, класс и группу, поскольку во всех договорах купли-продажи нужно ориентироваться на государственные классификаторы и стандарт. Оборудование прописывается с указанием уникальных заводских номеров. При большом ассортименте или комплектации целесообразно составить отдельное приложение с полным перечнем единиц или частей оборудования. По общим правилам поставленные товары должны сопровождаться сопутствующей документацией. Какие именно бумаги и срок их передачи нужно обязательно уточнить в договоре. Одним из важнейших условий является способ приоплата поставки. На выбор доставка продукции силами поставщика, либо самовывоз. В любом случае в соглашении необходимо отразить, где и когда будет проходить приемка товара. В части оплаты важно зафиксировать сумму. Без конкретных цифр придется рассчитывать стоимость в среднем по рынку, исходя из цен аналогичных товаров. НДС по умолчанию входит в цену, если иное не прописано в соглашении. Для сделок в иностранной валюте нужно указать валюту и определиться с расчетом курса к рублю. Так, по общему правилу, в России запрещены валютные операции. Порядок оплаты требует детального отражения. Необходимо определить форму и срок расчета, величину и периодичность платежей при рассрочке. Если в договоре есть условия гарантии, продавец отвечает за качество предмета поставки в течение оговоренного срока. При выявлении каких-то дефектов поставщик возмещает ущерб или самостоятельно доказывает, что неполадки возникли по вине покупателя, из-за нарушения правил эксплуатации или хранения. Если гарантии нет, покупатель должен доказывать, что дефекты появились во время доставки или раньше. Также существуют иные условия. Рекомендуется зафиксировать порядок приемки и проверки товара, на кого ложится бремя при случайной гипели или порче предмета поставки. Ответственность за нарушения. Основание для выплаты неустойки и ее размер. Освобождение от ответственности. К примеру, продавец не может сделать поставку из-за непреодолимых обстоятельств. Эмбарго, стихийное бедствие, какой-то другой форс-мажор. Как видите, нюансов много, поэтому образец или пример договора поставки неправильно адаптировать под свою ситуацию. Оптимальный вариант – тщательно проработанное соглашение на основе анализа. Компания Роско обеспечит профессиональное сопровождение сделки по поставке любого товара.